Дорогие друзья, всем привет! С вами сегодня опять проект «НДУБАЙ». Меня зовут Анна. И мы продолжаем приходить в гости к интересным людям, которые переехали жить в Объединенные Арабские Эмираты, город Дубай. И сегодня мы в гостях у замечательной пары, замечательной семьи, у Евгения и Натальи. Привет! Наташа и Женя, расскажите, как так получилось, что вы вдруг решили переехать в Дубай? Это шанс. На самом деле, очень интересная история. Первый раз мы приехали в Дубай три года назад. Это было свадебное путешествие, и нам настолько здесь очень понравилась обстановка, красивый город, большой город, динамичный. Люди очень добрые, отзывчивые, приятные. Вообще, все понравилось, и мы решили для себя, что мы будем жить в Дубай, переедем. Рано или поздно мы это сделаем. То есть город расположил к себе сразу, как человек. Как человек, да, расположил. В общем, 21 сентября мы уже летели сюда три недели назад, и мы тут живем. Вот, нашли квартиру. Хорошо. А где вы жили, чем занимались до переезда? Жили мы в Мурманской области, в городе Апатиты. Женя из Мурманска сам. Я сам занимался. Да. Но жили мы в Апатита. Занимались там бизнесом. Все хорошо, все нравилось. И за тот период времени, в котором мы там жили, мы сделали все, что планировали. То есть, завершив все свои дела основные, мы решили, что нужно дальше двигаться и развиваться дальше. А вы до этого были уже в Дубае или вот просто так неожиданно вдруг решили переехать? Да, вот сегодня на путешествие съездили и еще после этого три раза. То есть, на четвертый раз. То есть, у вас был такой осознанный выбор города, да? Да. Не на обум. Да. Он почему-то, ну, постоянно тянул к себе, то есть, когда выбирали путевку, куда поехать отдохнуть, и почему-то выбор всегда падал на Дубае. Да. Всем русский, кому очень нравится. Кто здесь был, в принципе, все настолько довольны. А вы вот, когда вы приезжали отдыхать и когда вы уже приехали переезжать именно осознанно, отличались ли впечатления от Дубая? На самом деле, нет. Единственное только, когда ты уже, да, живешь в этой красоте, в этой динамике, ты становишься так же, то есть, ощущать себя. Когда живешь в более маленьком городе, все-таки ощущается такая более спокойная, размеренная жизнь. Здесь же она тоже спокойная, поравновешенная, но при этом динамика все равно, дела делаются, все что-то происходит, что-то новое, знакомство. В общем, нам очень тут нравится. И нисколько не разочаровались, это самое главное, то, что мы сюда приехали и все-таки настроены на дальнейшую жизнь именно здесь. Какие первые впечатления? Вы вышли из аэропорта, из самолета. Первые впечатления были бы, если вы первый раз приехали в Дубай. Да, но три года назад, если только рассказать. Потому что мы прилетали сюда и утром, и вечером в Дубай. То есть, он нравился всегда. А первый раз, когда мы приехали в 2010 году? Ну, 2010. 2010, да, в своем решении? Да. В общем, мы всегда была бы помендатором. А, да, да. Вот, и мы приехали не вечером, да? Мы приехали вечером, наоборот, уже было темно, как раз темнело. Ну, да, то есть, начиная в Дубай. Да, и мы настолько были впечатлением, и первые наши были слова, это какой-то космос просто. То есть, мы по-другому не знали, как отреагировать. И когда нас возился водитель такси, он очень уделен от такой реакции. То есть, то, что, наверное, он тут живет, и когда ты живешь уже по стечению нескольких там лет, наверное, все-таки это уже привыкаще, и как это должно быть так. Это нормально. Да, для людей первая реакция, конечно, она очень впечатляющая. То есть, когда показывают в фильмах, когда кто-то едет в такси и смотрит, там, допустим, да, то есть там город Нью-Йорк огни, его так же мы сидим. Ну, смотри, смотри. Мне кажется, каждый так будет, да, у нас приезжает. С какими трудностями вам пришлось столкнуться? С трудностями. Сложный вопрос, на самом деле. Трудность выбора. Да, все время происходит. То есть, куда бы мы ни пошли, началось все с выбора квартиры. Здесь же мы будем жить. Все очень красиво, много, много квартир. Большой выбор. Конечно, стоит обращаться к риэлторам, да, которые очень быстро, оперативно попирают жилье. То есть, они показывают удобное время для нас, да, и так же быстро все оформляют. То есть, это вот основные договоры о аренде, да, и так далее. Как вы снимали, можете рассказать? Мне кажется, многим нашим телезрителям очень интересно узнать, вот, как происходила сама арена, на сколько вы квартир посмотрели, цены, может быть, если... Мы открыли сайт, Думиза. Просто выписали для себя квартиры, то есть, тот район, который рассматривали для жизни, да. Мы хотели, поближе к морю, поближе, да, чтобы это был красивый район, мы рассматривали. В основном, это район Желти, популярный здесь, да, и остановились на нем. Да, то есть, рассматривали, выписали из себя просто номера телефонов, звонили человеку, договаривались на время, встречались и смотрели квартиры. То есть, за день несколько квартир смотрели на Желти, разные. Как быстро получился найти квартиру? Два дня у нас ушло на поск. Два дня, да? Два дня, да, мы каждый день смотрели, и в итоге остановились на этой квартире, потому что уже решили, что все квартиры на самом деле красивые, и можно так до бесконечности смотреть, выбирать, но нужно было определяться, и решили, что все, хватит, мы остаемся здесь. Да. А как вы переехали вообще, то есть, вы сначала... Мы приехали сразу в гостиницу, мы через сайт-букин, забронировали гостиницу, да, на неделю, потому что подумали, что этого времени достаточно будет для поисков уже квартиры на долгий срок, и в итоге хватило двух дней. То есть, можно на более короткий срок? Да, можно на пять дней. То есть, все зависит, конечно, в какой диапазон цены хочет уложиться человек, тоже немаловажно. То есть, может быть, если это хочется более экономно, то больше времени займет, поэтому, наверное, неделя, это будет достаточно, в любом случае, мы те же будут. То есть, много предложений, много цен, каждый выбирает для себя по ценам категории, просто связаться с целью это сделать. Можно искать квартиру там и каждый день по одной смотреть на неделю, а можно задединиться и посмотреть на эти. Да. Как постоянно. Как желание. Да, конечно. Да, как цель. Потому что мы хотели с вами это сделать, чтобы заняться другими вопросами. У голова не болело этим. Вот осталось уже два дня выяснить, а в квартире нет. А вы как-то готовились к переезду? Да. Что-то делали перед тем, как переезжали? Мы очень благодарны, во-первых, проекту «Дубай», потому что, да, это очень здорово. Все, кто делится информацией, вы, Аня, Сазай, там, очень помогли нам. Мы заранее, как и вы, то есть начали готовиться. Это за 4 месяца мы поставили сразу дату, дату дедлайн, да, когда мы переезжаем. И начали планировать свою подготовку. Мы купили, естественно, по билету, уже забронировали номер гостиницы. Да, все заранее. Да, заранее. За 4 месяца. Да, за 4 месяца мы готовились и морально, и, как говорится, все, 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 уже, чтобы были готовы к переезду. В первую очередь мы поставили то, что нужно легализацию документов сделать. Мы это все сделали успешно. И, конечно же, английский язык, да, то есть это немаловажный фактор, когда переезжаешь в другую страну, где все национальности практически есть, и общение присутствует только на английском языке, да. Ну, конечно, русскоговорящих тут очень много живет людей, и очень приятно общаться. Опять же, английский, мы подошли к этому серьезно. И так как у меня опыт общения был, обучение уже было на индустральный язык, на английский, но... То немножко проще было, потому что Жене я помогла в этом плане. То есть мы занимались... Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. На протяжении 3 месяцев мы занимались, да. И, приехав сюда, достаточно было 1-2 недели, чтобы снять небольшой барьер, да. Барьер в каком плане? Не то, что это заговорить с иностранным, да, человеком, а именно говорить по-английски. То есть не переводить с русского, да, на английский, да, а говорить именно на английском языке. Вот в этом существовала небольшая, да, трудность, которая, в принципе, снимается буквально за 1-2 недели. Это практика, в которой, я думаю, когда попадаешь в социум такой, ты начинаешь как-то активироваться и уже... Общаться со мной. Общаться. А переехав вот сейчас сюда, у вас вот какие-то мысли возникли, что если бы вы это знали, то вы бы обязательно тогда бы это сделали. Есть что-то такое? Процентов, конечно, было. Вы можете рассказать про это? Когда, допустим, приезжаешь, да, вот, ну как, мы жили в маленьком городе, да, большой город. То есть больше возможностей, больше приезжих, сразу много мыслей, я бы вот это сделал, я бы вот это сделал, я бы сюда, я бы сюда, я бы сюда. И думаешь, ах, приехать бы на Велико-2 пораньше, вот было бы хорошо. Да, потому что, конечно, здесь вообще много. Когда ты турист, это отдых, это пляжи, да, но с одной стороны тоже хорошо, потому что мы были знакомы с Дубаем, с районами Дубая, поддыхали в разных районах. Но когда сталкиваешься именно по жизни, то есть куда пойти, что сделать, куда спросить, то есть, естественно, очень помогает именно проект. Поэтому, в общем, Дубай паблик, который постоянно мы обращаемся, практически все вопросы раскрыты замечательно, и я думаю, что его человек, приехав сюда, справится здесь, так как все то же самое, что у нас в России. То есть, квартиру, так же и работа, так же самое, да, только на английском языке. Все то же самое. Наташа, вот вы переехали в Дубай, вы здесь три недели, наверное, в первом впечатлении, очень такие яркие, сочные, радостные. Чем планируете заниматься в Дубае? Ну, изначально я ходила по собеседованию, приехав в Дубай, мне хотелось попробовать иную работу, то есть устроить в какую-то фирму, либо организацию серьезную. Начав рассылать резюме, я это делала очень активно, ходила по офисам, разносила резюме, но в итоге много звонков было, очень много работы, ходила по собеседованию, каждый день по два-три собеседования, я посещала. В чем секрет, что так много собеседований? В чем секрет? Да. Не знаю, но очень была активная реакция звонки, то есть с самого утра звонили, звонили, может быть, грамотно ставленное резюме, конечно, немаловажно, да. Опять же, опыт смотрели, опыт общежный был в стране, да, в России, то есть, наверное, из-за этого повлияло. Кавелл это очень значительную роль сыграло. И поэтому было очень много собеседований, но я пришла к выводу, походив по собеседованию, что все-таки я не смогу себя переломить. Поэтому, опять же, трудность была. То, что работая на себя, когда реализуешь свои идеи и планы, работать уже на наемную работу очень сложно, потому что постоянно думаешь о своих идеях. Постоянную, то есть не переставая, хочется их реализовать, так как это происходило в России. Соответственно, я решила все-таки продолжить тое русло, которым занималась дома, на родине и решила заняться здесь бизнесом. Вот. Но пока еще на стадии этой все разработки, процессе, поэтому пока ничего не могу подробнее рассказать. Хорошо. Но вот у вас был бизнес свой, да? И у вас, скорее всего, наверное, такой взгляд, как бизнесменов на Дубай, да? Как вот, что можете сказать? Есть возможности тут? Стоит ли тут вообще бизнес открывать? Или все-таки работать, пойти? Что можете сказать? Ну, я считаю, что здесь очень большие возможности для бизнеса. И даже, если сравнить с Россией, с нашим опытом, то здесь больше значительного этих возможностей, да? Во-первых, очень большой город. Во-вторых, как уже говорилось ранее, да, в одном из интервью я слышала, что здесь нету монополий, конкуренции. На самом деле это так и есть. То есть каждый человек занимается тем, чем он хочет заниматься. И никто в этом ему не остановит, да? И не будет в противовес говорить, что нет, езжает их себе домой. То есть как у нас это происходит? Чаще всего это так. То есть здесь этого нет. Каждый человек занимается, развивается, достигает успеха. Я думаю, что нужно, если человек собрался все-таки заниматься бизнесом, то нужно это делать здесь. И как можно скорее, не затягивать. Что-то, Евгений, добавить? Да, то, что по поводу бизнеса, каждый человек принимает для себя решение сам. То есть он хочет сразу им заняться, когда приехать, если он знает, допустим, нишу, которая здесь будет востребована, узнать, как действовать. Если он не знает, то он без проблем может узнать ее, либо поработать на кого-то, узнать, как это делать. Может строить ту же компанию, что хочет открыть. И без проблем он будет дальше что делать, ему никто не будет запрещать это ничего. А есть какие-то ниши, которые кажутся наиболее перспективными здесь, в Дубае? Ну, на первый взгляд, просто, да. Строительство. Просто мы сейчас запишем интервью, а потом посмотрим, как изменилось ли ваше мнение, а потом через несколько скажем. Строительство, услуги, мне кажется. Услуги, да. Вот, допустим, строительство, те же самые гостиницы, услуги по обслуживанию, что тут еще. Магазины. Очень много сфер, да. Много и приезжают людей, туристы, которые хотят сделать, в общем, покупки хорошие, да, это шоппинг. Очень много. Поэтому, наверное, все можно. Какая, по идее, ни была. Любой бизнес будет работать здесь, мне кажется. Потому что... Просто требуется времени, а там больше, долго, меньше. Да. В зависимости от ниши. Да, конечно. Как английский? Вот, Женя, как вот ты приехал, Наташа сказала, что с вами английский немножко были проблемы, заниматься приходилось, да? Как вот адаптация происходила? Ну, как? Сначала ты, получается, строишь предложение в Биллайне на русском, потом начинаешь с английским, за это выходит пауза, да? Угу. То есть, как бы, это есть такое. В любом случае, это не Биллайне детство, это будет. Не надо приезжать с таким настроем, что, ой, я не сказал ему, все, меня не поняли, что-то тут случилось, я пойду кайсеру. Люди понимания могут посетить. Нормально, все относятся, они говорят, ну, проблемы, давай, говори дальше. Ага. Все, ты говоришь, он тебя понимает, и со временем, вот этим общением, ты начинаешь общаться в Биллайне. Да, да. Ну, ты тоже искал работу, дожди, здесь, да? Вот, просто бытует мнение, что мужчинам сложнее найти работу, так или нет? Мне кажется, что... Женя хотел сразу, практически, заняться, да, реализовать свою мечту, так скажем. Работа, мечта. Есть такое. Есть такое, да. И поделиться может. Что с работой все-таки немножечко расскажет, да? Изначально, да, ну, попробовал уже снять несколько резюме, ну, и параллельно как бы занимался поиском своих вот идей. Да, и, да, и, заслав немного резюме, сходив на несколько собеседований, я понял, что я не буду это делать, буду просто продолжать то, что я хотела делать, это автомобильный бизнес. Так как и работал раньше в России, так как и работал раньше в автосалоне когда-то, вот, потом занимался бизнесом автомобилем, так же сам и себя. И, да, и в Дубае, как сказать, они, если смотреть по видео, да, по различным, они любят машины, действительно. И чем хороши, допустим, эмираты, да, они, как любят машины, так же не любят хорошо за ними ухаживать. Это самое важное. Люди в эмиратах, да. Потому что автомобили, во-первых, ну, не эксплуатируются, так как в России имеют условия, которые в России, если ты можешь автомобиль купить, потому что времени в России будет более-менее нормальный, не в таком состоянии, хорошем. Здесь он будет всегда хорошим, погодный слой отличный, сервис отличный, все материалы некачественные, то есть вот этим хочется заниматься непосредственно. Открыта компания по поставкам автомобилей в различные в России и страны Европы, и сейчас активная работа в этом ведется, и будем развивать свою мечту дальше. Ты занимался автомобилями в России, и ты сейчас активно очень изучаешь эту сферу автомобильную здесь. Есть ли различия между автомобильным бизнесом там и здесь? Да, конечно, я начал отвечать, что в первом случае эксплуатация автомобилей в погонных условиях, все это влияет, естественно, что мы, главное, смотрим в России, чтобы был хороший автомобиль. Здесь он изначально будет хорошим, даже если он пользованный. Во-вторых, цена будет ниже, чем в России, даже если он отсюда приедет в Россию, он будет ниже стоимостью. Почему? Потому что безналоговая страна. Да, и автомобили, даже которые здесь продаются, они не продаются в России, то есть не поставляются на российский рынок. Есть возможность, который автомобиль, допустим, хотелось или видел где-то когда-то, есть возможность стать его владельцем, привезли его отсюда в хорошем состоянии, естественно. Если у подписчиков вдруг возникнет желание приобрести автомобиль, могут ли они обратиться к тебе? Конечно, могут обращаться в нашу компанию, есть в ВКонтакте группа, куда могут написать, да, либо в личные сообщения, либо в информацию, есть фотографии машин, уже с ценами вложен, но не цены в Дубае. Если заинтересует модель, или ее не будет какое-то в наличии пока что, могут без проблем писать, мы пришлем фотографии, пришлем ценник, какой он будет в России для человека, какое будет состояние машины, комплектация. Да, если он хочет что-то с ней сделать, такое сверхгениальное, любая поможет это им сделать, здесь такие мечты получаются машины, просто в России таких не видел. Я согласна, если приходишь, ты на ДБР и видишь, сколько там машин. Да, так что любой автомобиль, любой каприз, без проблем, он станет реальностью. Ну, мы вот разговаривали по поводу автомобиля, я знаю, что вы арендовали автомобиль здесь по своим водительским правам. Да, и так же, да. Запишите немножечко об этом опыте, я думаю, что многим это тоже интересен. Автомобиль арендовать, да, изначально автомобиль бронировался через Атродат. В компании все бронирование хорошо прошло, с карты писали там депозит небольшой. Вот, когда приехал в Непас из аренды АК, да, в аренду автомобиля, дал свои права, они сказали, ну, нужны европейские права. Ах, международные, международные, да, я думаю, что за права международные, то есть никогда не сталкивайся с этим. Всегда этих достаточно было, правда, где бы мы брали. Обратившись другую аренду кар, без проблем дали автомобиль, и там пояснили, что автомобиль бывает, что некоторые компании в Дубае дают только европейцы. Только, да. То есть по национальному призу? Да, да, да. Да, бывает, но это не проблема. То есть есть люди, которые занимаются... А выгодно арендовать автомобиль? Выгодно, да, здесь выгодно. Здесь выгодно чем автомобиль арендовать? Стоимость бензина очень низкая. По сравнению с Россией, конечно, в два раза дешевле. Да, можно ездить, кто ездит в больших городах, в трафике, то есть здесь нету пробок, здесь нормальное движение. Да. То есть можно ездить, главное понять, куда в него ехать. Потому что можно ехать долго, если что. Вот, автомобиль арендовать, да, в принципе, недорого, можно себе позволить и кататься на нем. А какого в долларах примерно выгодно арендовать автомобиль? 400 долларов на месяц. 100 долларов на месяц. 400. 400. А, 400. Да. Это, опять же, все зависит от того, как в автомобиле хочется. Класс автомобиля, конечно. Да, это с кондиционером под машинкой. Абсолютно все машины с Дубаи с кондиционером. Не выпускается. Это машинка. Ну, здорово. Это очень интересный опыт, на самом деле. Как вы обычно проводите свободное время в Дубае? Здесь, на самом деле, столько развлечений, столько всего интересного, что зато, переведу имя, сколько мы здесь находимся, все не счесть. Естественно. Нужно подробно вопрос, сидим ли мы когда-нибудь дома? Да, кстати, тут 999 каналов. Да, это новый канал. Но мы дома не сидим, поэтому даже не смотрелись. Дубай такой очень насыщенный город. Вообще сами Эмираты. Как вы вот здесь, я понимаю, что вы сейчас очень заняты тем, что переездом занимаетесь. Но вот как вот время свободное проводите? Всегда ли вы сидите только дома или куда-то ездите? Как свободное время у нас проводит обычно? Постоянно ездим. Постоянно куда-то ездим, да. То есть дома, конечно, сидеть даже здесь не хочется. Даже если, например, это позднее время, мы выходим, гуляем здесь по окрестностям района. Очень красивые озера, приятная обстановка. И очень много людей, которые действительно также проводят время. Они и бегают, и ходят, гуляют, и собачками гуляют. В общем, люди, конечно, любят здесь движение, любят находиться на улице. Тем более сейчас располагает очень погода. Поэтому всему, вот. Также встречаться, конечно же, с нашими друзьями, с которыми мы уже подружились. Очень приятно проводить время. Ходить в кафе, посидеть. А также можно активное развлечение, такое парки. А какие ваши самые любимые места сейчас в Дубае? Сейчас места в Дубае, это район Джилти, опять же, Марина. Очень понравилось, вот на днях гуляли. Также, конечно, мое любимое, да, мое любимое развлечение. Хотела сказать, работа. Это шокинг. Я люблю очень молы. Все, что с этим связано, ходить по магазинам. Вот, например, даже вчера мы ходили, и магазины работали до часа. Да, в общем, долго. Сейчас праздничные дни, поэтому, да. Если даже нужно что-то срочно купить, можно пойти. Бывает период времени, когда магазины, молы работают очень долго. Их столько здесь. А какой торговый центр порекомендуешь для тех, кто приезжает, сделать шокинг? Ну, именно шокинг, то это Эмиретасов мол, так же Ивенбатуту мол. Да, замечательные молы. Но если хочется, конечно, посмотреть что-то необычное, это фонтаны, да, это большой аквариум, это, конечно, Дубай-мой. Там можно совместить такие незабываемые впечатления получить с шокингом, да. Но, опять же, если хочется что-то именно приобрести себе, то лучше ехать в два предыдущих мола. Не прогадайте. Обязательно себе что-то подберете. И, опять же, сложность заключается в том, что... Выбор. Выбор. Такой ассортимент, столько всего красивого, яркого, опять же, на любой вкус. Очень здорово. То есть, опять же, погулять, да, походить в молы, развлечения. Молы в любом случае во всем уже съездить, потому что есть свои изюминки в каждом, но их нужно увидеть. В любом моле интересно. В том же самом Эмиретасов мол. Сделать шокинг, кто соскучился по снегу, покататься на горнолыжном склоне, там это есть. Да, очень здорово. Можно сделать. Да, есть. Коток еще, на коньках покататься. В Дубай-моле. Да, тут же покушать, шокинг покататься. И день пролететь незаметно. Да, активно развлечения тоже присутствуют. Очень много. Это и, по-моему, скоростная лодка, там пристегивается ремнями и она вокруг Дубая летит. По-моему, там бипоарус, что-то такое. Также водные мотоциклы. Отличное развлечение, очень много народу катается. Нужно съездить обязательно в такое непосредственно место. Это Феррари Волт называется. В Абу-Даби. В Абу-Даби находится, да. То есть, какие-то аттракционные места, непосредственно, сила типа Феррари, да. И, грубо говоря, сидишь в кресле и едешь со скоростью 300 кг в час. То есть, обязательно ощущение, что нужно пережить. Да. У нас очень хорошие места, действительно, их не стоит посидеть. Парки очень красивые. Безумно красивые парки. Просто, если хочется пойти погулять, подышать свежим воздухом, то обязательно нужно ехать в парк. Они большие. И все люди там ездят на барбекю, на выходные. В общем, очень приятная атмосфера. Опять же, собираться можно в большой компании, отдыхать, общаться. Это очень важно. Да. Вы, ну, такое у вас приятное ощущение, приятное впечатление от Дубая. А какие вы видите недостатки в этом городе? Это, в первую очередь, выбор, да. Он состоит во всем. От выбора элементарного магазина хлеба. И заканчивая, вот на днях ходили, искали просто кроссовки. Выбор, в смысле, большой слишком? Да. Или маленький? Очень большой. Очень большой выбор, да. Потому что все очень красивое, все нравится. И выбрать что-то одно нужно. Это началось с поиска квартир. И все еще, по сей день это происходит. Ну, к этому потом, я думаю, привыкаешь. Просто изначально, да, много. Так, здесь, в этот мост сези посмотрел, в этот мост сези посмотрел, в этот посмотрел. Так, я не выбрал, надо еще раз проехать. Да. Заново поехал опять выбирать. То есть, если у нас есть какая-то определенная вещь, ты едешь, покупаешь и не думаешь, да? То есть, вот как-то так. А здесь нужно много раз подумать, либо уже сделать окончательно все. Я только покупаю и ухожу. То есть, вот эта сложность. А так, в принципе, никаких сложностей здесь нет. Здесь намного проще даже. Может быть, здесь какие-то еще недостатки? Недостатков? Может, кто-то говорит про температуру, она здесь переносится даже эти 40 градусов отлично. Да, очень легко. Кондиционеры везде. Везде, везде. То есть, и в машине, и в квартире, во всех торговых центрах, магазинах. Да, бы ты не заходил, везде кондиционеры, поэтому не вызывают никакой сложности. Насколько я знаю, вы приехали из такого очень холодного города. Как вы перенесли вот акклиматизацию? Было ли сложно? Ну, акклиматизация, я думаю, что она, конечно, у всех по-разному опять же проходит. Но у меня она присутствует. То есть, в любом случае, организм привыкает к новой обстановке, акклиматизируется. Но это буквально в первую неделю, то есть, это несложно. У меня и вообще нет. Тем более, мы лучше переносим тепло, жару, чем холод. Холод, да. Потому что холод, конечно, это тяжело. А здесь вышел. Машину греть не нужно. Садишься, поехал. Все для людей. Здесь очень здорово. Что вы посоветуете тем, кто хочет переехать в Дубай и планирует свой переезд? Вот какие-то ваши советы такие? Да, естественно, самолет и полететь. Да. Короче. Если такое желание появилось у кого-то, да, и хочется переехать, я думаю, что не тяните с этим. То есть, съездите сюда ближе. Если не ездили. Да. Если не были. Если же не ездили, ставьте дату, куда вы едете, и все. Приезжайте. Если не понравится, отдохнете, вернетесь. Вернуться всегда можно. Я тоже считаю, что это не будет каким-то, то есть, неудачным периодом или еще что-то. Наоборот. Приедете здесь, отдохнете, развеетесь, позагораетесь и не решите все-таки остаться здесь. Если решите остаться, то, конечно же, подписывайтесь на паблик, смотрите все видео, знакомьтесь, можете обратиться к нам, расскажем, потеримся нашим опытом обязательно. Ну, то есть, вон Дубай полностью подготовился к переезду, отлично все. И потом, когда переедете, просто, когда какой-то вопрос возникнет, вы сражаете, все, я узнаю. И так сделаю. И вот это я знаю, и так сделаю. Да. Приезжайте, подготовка, как говорится, занимается обычно месяца три, наверное. Если язык подтянуть, там, легализовать документы и так далее. То есть, этого достаточно. Можно и быстрее. Кому хочется, быстрее. Да, если нет вопросов, например, там, в России, каких-то незавершенных, то легализуй документы в течение месяца и через месяц можно спокойно здесь быть. Устроиться на работу всегда можно здесь. То есть, выбор большой, просто, опять же, выбор, что хотите, где хотите работать. Какая компания, какая профессия. Да. Что хочешь? Скажите, а сколько денег с тобой лучше всего взять? Следствие, ну, если переезжают. Может, от и то. Просто есть, ну, сроки, которые ты хочешь сделать. Длинный срок, большая сумма, меньший срок, меньшая сумма. Ну, примерную сумму, может, снять. Примерную сумму, но если на двоих человек, ну... 600, то это минимум, да? 600 тысяч. Это 600 тысяч рублей. Рублей. Да. 23 долларов. Опять же, да, достаточно будет, если, например, в течение двух месяцев здесь. Да. Находите и уложите, в любом случае. Два месяца жить, снять квартиру, то есть... Да, первые зарплаты, да. То есть, опять, дальнейшие свои уже, что они будут беспроприиматичны. Автомобиль покушать, погулять, отдохнуть. Все эти суммы ложатся. В это суммы хватит, да? Да. Если кто-то из наших участников в проекте НТУБАЙ захочет с вами познакомиться, пообщаться, можно ли как-то с вами связаться? Не будете ли вы против пообщаться, задать вам возможность вопроса? Мы только за, да. Мы любим общаться. Конечно же, это интересный обмен опытом. Кто здесь живет уже, либо кто хочет переехать, либо только переехал. Да, поддержка в любом случае нужна. Встретимся, погуляем, погуляем. Расскажем, подскажем. Да, мы под этим видео опубликовываем вашу страничку ВКонтакте. Да. Чтобы люди могли добавиться, встретиться с вами, пообщаться. Хорошо. Спасибо огромное. Ваш опыт, на самом деле, очень бесценный. Спасибо вам. Спасибо, что ответили. Да. Смотрели на Дубай, теперь мы в нем. Да. На этом наше интервью завершилось. Спасибо огромное Наташе. Спасибо огромное Жене. Было с вами очень приятно встретиться. Я думаю, что вы поделились очень хорошей информацией, которая очень многим людям, которые переезжают, будет полезна. Но я думаю, что мы еще с вами встретимся и увидимся. И участники проекта Дубай тоже вас еще увидят в наших дальнейших видео. С вами был проект Дубай. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем хорошего вечера. Всем пока. Пока-пока.